Так, следующее, что было, вот, помните, закончили на секциях. Следующее – это SIMT векторной инструкции – Single Instruction Multiple Data. В нашем случае, если есть вот такой набор, ну, это просто массивы, как видите, автоматические A и B, мы можем использовать pragma OMP-SIMT, это отдельная директива, которая говорит о том, что следующая часть может быть, скажем так, ну, не распараллелена целиком, а именно превращена в векторные инструкции, то есть это значит, что она исполняется одним потоком, но этот поток использует векторные инструкции для ее, для ее какого-то ускорения. Здесь нужно знать, что дополнительно может потребоваться линковка библиотеки, зависит от того, какой процессор у вас используется, либо Intel, либо AMD, отдельная библиотека. В нашем случае, так как это компилируется и работает, GCC просто по дефолту, видимо, уже имеет доступ к этой библиотеке, и нам нет необходимости ее линковать, но, в принципе, помните, что если у вас что-то из этого не работает именно с SIMT инструкциями, то можно нагуглить, как называется эта библиотека, там что-то lib, anv, simt, что-то такое. Соответственно, слинковать ее тогда это будет работать, потому что в таком случае все эти операции, вот эти плюс, минус, это все заменяется функциями, как раз вот теми самыми, помните, там подчеркивание m512, там что-то там, вот этими самыми векторными инструкциями, интринсиками, оно заменяется. Да, по большей части, когда мы это компилируем, он выбирает, то есть у него есть какой-то набор свойств, даже не свойств, а целей компиляции, и он по этим целям, если туда включен ваш процессор по дефолту, то он для него сгенерирует инструкции, то есть это будет, скорее всего, какой-нибудь fat binary, так называемый, где для нескольких архитектур отдельно прописаны варианты. Ну и, соответственно, если ваша архитектура туда входит, он подберет ее. Если ваша не входит, то, скорее всего, будет какой-то общий код, который будет, ну, может быть, даже JIT-компайлером скомпилирован, зависит на самом деле от компилятора. Вот, но для случая, если вы хотите точно это все, чтобы было, чтобы работало, можно определить архитектуру при компиляции, то есть минус M, архитектура, равно и там какое-нибудь поколение процессора, то есть у нас Sandy Bridge, можно посмотреть там в хелпе, как это написать и сделать конкретно компиляцию для нашего процессора. Также можно написать минус M native, и он будет компилировать для того, который сейчас в системе. Это, ну, как у нас это Intel Xeon, поэтому там не понять, третий или нет. Но, по-моему, это со второго, потому что, да, второе, третье. Если брать вот эти i3, i7, то третье точно было с Sandy Bridge, а остальные, может быть, второе тоже. Ну, по крайней мере, набор инструкций-то тот же самый, то есть он там мог отличаться названием, а поменялось только это, техпроцесс, а набор инструкций тот же самый. Так, соответственно, есть вот такой вариант компиляции с помощью Synth, и есть вот такой вариант Pragma OMP Declare Synth, не просто Synth, а Declare Synth. В этом случае мы говорим, что это целиком функция, эта Pragma ставится снаружи функции при определении, что целиком эта функция может быть вызвана из какого-то параллельного региона или просто из какого-то вычисления, именно как Synth-инструкция, и тогда внутри нее, соответственно, могут быть исполнены эти Synth-инструкции. Это значит, что нужно определить, какие переменные будут использоваться как Synth, как векторные регистры, и, соответственно, предоставить выравнивание памяти, то есть определить, каким размером, какой максимальный размер в нашем случае этой самой векторной инструкции. Здесь вот он 16 поставлен, то есть, в принципе, это самый большой на данный момент, AVX 512 делает именно 16 элементов за раз. И вот эти restrict – это дополнительные просто слова из C99, которые позволяют указать вам, что вот эти A и B физически не пересекаются в памяти, то есть вы гарантируете своему компилятору, что ваше обращение к A в связи с тем, что это просто указатели, никаким образом не изменят данных, не попадут в область памяти B. Ну и, соответственно, B не попадет в A. В этом случае вы можете говорить, что у вас здесь все полностью параллельно и друг от друга не зависит, и можно приводить векторные инструкции, не боясь задеть каким-то обращением из A в B. Ну, представьте себе ситуацию, да, что у вас вызывается инструкция размером 16, а у вас размер всего 8 всего массива. И если эти массивы выделены друг за другом, то, соответственно, векторная инструкция с размером 16 для массива A, например, она как раз может затереть массив B, ну или задеть массив B каким-то там краем. Так вот, если вы уверены, что такого не случится, ну, в данном случае это может случиться, как видите, но если вы уверены, что такого не случится, то есть если у вас точно посчитаны размеры, они точно выровнены по этим размерам и так далее, то вы говорите вот этот рестрикт, и в этом случае, ну, это просто помогает компилятору сделать какие-то дополнительные оптимизации. Так, и есть набор переменных среды, которые позволяют нам контролировать исполнение, ну, соответственно, исполнение во время программы и задать это все заранее. Помните, да, вот у нас было OMP-намп-трец, установить количество потоков, ну и, соответственно, таких переменных тут вот, вот такой набор. С их помощью можно установить дефолтное поведение вот этого schedule, помните, который позволяет использовать static или dynamic или там runtime и так далее. Кроме того, вот этот OMP-dynamic тоже можно контролировать. Он в данном случае позволяет определить, каким образом наши потоки в параллельных регионах будут, скажем так, распределены по, ну, наш цикл будет распределен по потокам. Кроме того, вот этот OMP-proc-bind позволяет как раз в случае, если вы делаете привязку, определить, к чему именно будет делаться привязка, к сокетам или к ядрам процессора, соответственно, или, ну да, к сокетам или к ядрам процессора. OMP-places как раз это доступные места, куда можно поместить. Здесь вы можете сказать, что привязка идет, здесь именно приоритет, а places – это именно места. То есть можно ли поместить это в разные сокеты или обязательно в один сокет, и, соответственно, можно ли поместить это в какой-то набор ядер, вы можете указать, какой. OMP-nested контролирует возможность вложенного параллелизма. Это как раз то самое, что у нас, видели, не работало. Мы сделали потоки внутри потоков, и у нас внутренние потоки как бы не создались. Вот если сделать OMP-nested, он устанавливает как раз набор, вот этот возможный набор внутренних вложенных потоков. Здесь как раз размер стека, который может использоваться для одного OpenMP процесса, для одного OpenMP потока, извините. И вот здесь где-то было max-task-priority, вот, max-active-levels, как раз говорит о том, какое количество вложенных, ну, такое, какое количество вложенных вот этих параллельных регионов можно учитывать. Это как в редукции, в, извините, в, так, началось, я забыл слово. Ну, в общем, в какой-нибудь операции, там, когда вы вызываете множество раз одну и ту же функцию, да, вы можете контролировать, какое количество раз вы ее можете вызвать. Вот, соответственно, здесь то же самое, какое количество вложенных параллельных регионов вы можете породить. Соответственно, это будет зависеть и вот от вашего максимального размера, и от размера стека, который вы укажете, и так далее. Ну, и лимит – это максимальный размер потоков, которые могут быть в группе. Соответственно, OMP-cancelation. Есть или нет вот эти самые cancel-поведения, скажем так, внутри циклов. Ну, и некоторые дополнительные, там, максимум, task-priority. Это в случае, помните, если мы сделали несколько task-ов, распределили их по приоритетам, и после этого определили, что один можно отложить, а один более важный и так далее. Вот как раз максимальный task-priority, максимальное значение, которое можно указать. И индексы. Это мы уже немножко видели. Еще раз остановлюсь на том, что мы в этой части, вот во всем этом, на всех этих занятиях практически не используем библиотеку OpenMP. То есть мы используем директивы, но библиотеку практически не используем. Фактически все эти функции из библиотеки, они все будут перекладываться, переписываться компилятором в момент компиляции на те самые функции из библиотеки. То есть вы можете прям вручную набрать этих функций оттуда и всего этого написать и запустить. Но, во-первых, вы тогда потеряете, немножечко это будет хуже читать, во-вторых, вы потеряете возможность скомпилировать это без OpenMP. То есть вы понимаете, да, если OpenMP просто отключить как функцию, эти все директивы будут проигнорированы. Если вы напишите это жестко функциями, вам придется, ну, может, ставить там директивы типа ifdefine, там, соответственно, если определен OpenMP, если не определен OpenMP и так далее. Это будет немножко сложнее. Но есть функции, которым просто нет аналога в директивах. То есть вот, пожалуйста, эти OMP getNumThreads, OMP getThreadNum. Это функции, через которые мы можем получить количество потоков и как раз номер потока текущего. Ну и, соответственно, да, там дальше еще есть измерение времени с помощью этих функций директивы, это тоже не сделаешь. Поэтому некоторые мы рассмотрим, но по большей части мы используем именно директивы. Да, и вот небольшой план второго занятия. Атомарные операции и критические секции. После чего таски и секции. Нестинг и байдинг. Даже не уверен, что я его сюда вставил. Но в целом там некоторые правила имеются в стандарте по поводу как раз вложенного параллелизма и того, как ваши функции, ваши потоки привязываются, или там как ваши данные привязываются к какому потоку, в зависимости от того, там, к главному потоку, который их породил, или ко всем, или там еще к чему-то. Ну, соответственно, есть еще целый набор вот правил политик поведения. Также редукция опять, измерение времени и пара примеров. Атомарные операции. Говорили уже об этом, но опять же вскользь и не совсем ясно. Здесь конкретно показано, как их использовать в OpenMP. Атомарная операция нужна, чтобы какое-то изменение внести в одну единственную ячейку памяти, например, который нужен доступ из нескольких разных потоков или процессов. Это означает, что, ну, как я уже говорил, может быть race condition, так называемый, и поведение, в принципе, не определено. То есть вы можете прервать в какой-то момент инструкцию, сделать какую-то другую инструкцию, потом продолжить предыдущие инструкции исполняться, и все, после этого у вас какая-то каша получается, все непонятно. Работает оно, не работает, что-то по-любому потеряется. Так вот, самый простой пример – это pragma OMP atomic, который говорит о том, что на следующей строке идет атомарная операция, и здесь это просто увеличиваем счетчик на какое-то значение. Кроме того, atomic может сопровождаться некоторым набором вот этих атрибутов. Это либо операции чтения, все операции чтения выглядят вот так, то есть видите, atomic read, и операция чтения – это когда в какую-то переменную помещается x. x в данном случае – это та самая ячейка памяти, к которой организован вот этот совместный доступ через атомарные операции. То есть если у вас race condition по x, то как раз у вас будет read – это вот такая операция var равно x. Соответственно, запись – это pragma OMP atomic write. В данном случае наоборот. Видите, x – это левая часть выражения, и справа просто какое-то значение. И есть еще update и capture, которые отличаются тем, что update – это обновление нашей переменной, а capture – это ее получение как результат куда-то. То есть обновление может происходить, там это инкремент, декремент и так далее, либо какое-то добавление к ней какого-то выражения, вычитание, умножение и так далее, сравнение, сдвиги какие-то и так далее. А capture – это когда вы этот результат этой самой операции еще и куда-то получаете. То есть вот он, тот же самый инкремент, видите, и когда var равно этому инкременту, это все то же самое, тот же самый инкремент, но вы получаете значение, которое было до плюс-плюс, вот в эту переменную var. Вот в таком случае это уже операция типа capture, а не update. Получается, мы там, где число пи считали, там может было как сумму, мы считаем как атомик. Да, именно так. Сумму можно было сделать атомиками, но в связи с тем, что, скажем так, смотря где это организовывать, сделать это в любом случае можно, но если организовывать это просто через атомики, это может быть очень неэффективно, потому что это же редукция. Редукция подразумевает, что мы делаем множество параллельных вычислений, а если мы все эти параллельные вычисления делаем с одним общим аккумулятором, получается, что все эти вычисления как бы ждут очереди, пока другие его освободят. Поэтому вот здесь, если напрямую написать сразу операцию, вот эту с суммой именно атомиком, то будет плохо. А если сделать парциальные суммы, их посчитать, и только последний шаг сложить все результаты в атомик один раз, то это эффективно вполне так можно делать. Так, и критические секции. Каким образом организовать какой-то контролируемый доступ в какую-то секцию, то есть организовать это так, чтобы только один из потоков заходил туда, а остальные ждали, пока он закончит. Соответственно, это прагма, OMP-critical, и здесь пишется название. Название, которое используется как тег в нашем случае. То есть вы можете сделать несколько таких секций с разными кодами, и даже если одна из них вот с этим кодом сработала, до тех пор, пока отсюда не вышел поток, сюда другой поток не зайдет. Ну и, соответственно, видите, да, код разный, теги одинаковые. Если вы сделаете секцию с разными тегами, то, естественно, эти секции будут независимы. В них можно будет по отдельности зайти без проблем. Так, пример редукции. Ну, пример редукции мы уже видели вот только что с π. То есть все то же самое, это вычисление факториала. Здесь вот эта переменная f, она используется как аккумулятор. Здесь умножение, это бинарный оператор редукции. И доступны вот такие операторы для редукции. Здесь указаны операторы фактически, а здесь указано начальное значение, которым инициализируются переменные редукции. То есть, ну, понятно, да, что если мы считаем умножение, там, перемножение всех элементов, то, естественно, начальное значение должно быть один. Если мы считаем сумму, то ноль. Ну, вот, в принципе, минимум самое большое число, максимум самое маленькое число. И есть возможность использовать кастомные редукции, то есть свою собственную какую-то функцию, которая будет оперировать двумя операндами, и после этого выдавать какой-то результат. Вот с этой функцией можно провести редукцию. Это делается либо вот так, OMP declare reduction, здесь имя, это имя, каким вы назовете свой метод, тип, это возвращаемый тип вашей редукции, то есть, ну, там, float, int и так далее. И expression, это как раз выражение, ну, чем-то похоже на лямбда-функции, там, в C11, если смотрели, в C++11. Вот здесь просто помещается выражение, которое считается из ваших входных значений. Ну, и, соответственно, инициализатор. То же самое, только здесь мы конкретно задаем, чем инициализируется для этого, для этой операции редукции, чем инициализируется начальное значение. Так, следующее, это тайминг. Каким образом померить время, если у вас много параллельных процессов? Дело в том, что они же заканчиваются непонятно когда, правильно? И не всегда их поведение можно отследить. В таком случае, если вы хотите померить время внутри какого-то одного процесса или для всех процессов, есть специальная функция, которая как раз, вот этот double OMP get with time, которая возвращает какое-то значение в секундах с какого-то момента в прошлом. То есть, ну, естественно, у нее есть какое-то там инициализированное значение во время работы программы, оно остается постоянным. Чтобы посчитать что-то, вы просто меряете значение сейчас, потом значение после исполнения, и вы читаете из второго первое. Ну, вот оно. Start, end, start, здесь что-то считается, здесь end равно get with time. В принципе, очень просто. И, да, я здесь не показал, но есть еще функция OMP get with clock. Они обе портируемые, то есть, в принципе, вы можете их использовать. К ним какие-то поставляются прототипы на различных системах разные. Так вот, get clock, соответственно, говорит вам о том, какое количество clockов, по-моему, а нет, какое разрешение таймера у вашего, точнее, какое разрешение у вашего таймера. То есть, если вы получаете в секундах там ноль и сколько-то там, то до какого значения вам желательно это обрезать. Так, вот это все, что касается теории. Давайте теперь переходить потихонечку к практике. Вот я вам поместил ссылки. Здесь, кстати, неплохой как раз туториал, в котором есть коды, которые можно попробовать покомпилировать. Здесь с сайта Intel. Там как раз ограничения написаны, какие используются. Здесь это OpenMP референс небольшой. Вот это их шестистраничная шпаргалка такая со всеми их возможными комбинациями, директив и так далее. И небольшим описанием, как раз какие можно использовать к ним атрибуты. Ну и сам стандарт, естественно. И здесь, честно говоря, уже не помню, что там было, но я отсюда что-то использовал. Скорее всего, какие-то симпт инструкции или что-то такое. Так, давайте переходить к практике. К коду сегодня... Нормально? Взяли ноутбуки, да? Ну, по большей части. Так, давайте тогда так. Мы посмотрели уже, как работает P, вычисление, как работает Hello World. Давайте немножечко послед... А, да, давайте прямо сейчас. Так, копии. Так, OpenMP. Hello World. На сервере в темп, по-моему, у нас, да, CS Club. Перезапишем вот эту. Потому что я ее немножко поменял. Канатовый райд. Интересно, почему. Ладно, посмотрим потом. Давайте тогда P пока что скину. Там, скорее всего, что-нибудь с правами. Так, вот эту расчет P я скинул. И давайте попробуем немножечко ее дополнить. Чего здесь самого главного не хватает? Вот мы посчитали. Помните, да, что мы вообще-то занимаемся параллельными вычислениями и там высокопроизводительными вычислениями. Чего самого главного здесь не хватает, чтобы убедить вас, что это высокопроизводительные вычислениями. Да, времени исполнения нет. То есть мы, конечно, это все и на MPI тоже считали-считали. Все работает, много потоков. Результат, даже если он совпадает, результат-то нас интересует не только численный, но и действительно время исполнения. Поэтому давайте попробуем… Что-то я не вижу P тут. Я назвал POMP. Сейчас посмотрим. POMP есть. А вы смотрите через… Да, может быть, там нужно обновить. Так, ну давайте тогда сразу, пока это свежо в памяти, тайминги. POMP getVtime. Попробуем дописать. Я предлагаю мерить время конкретно региона вычислений, потому что, ну, вот эти все части, в принципе, они одинаковые должны быть. Не будем их включать для чистоты. Так, double, start, finish. Start равно OMP getVtime. Соответственно, то же самое вот здесь, finish. Finish. Так, и печатаем double. Double, по-моему, так. Если вдруг я ошибусь с вот этим… Процент F, да? Да, вот. Если вдруг я ошибусь как раз с print F, как бы, ну, нужно понять, что я это делаю нечасто. Так, и здесь мы поместим finish минус start. Сейчас это, естественно, у меня не скомпилируется. Так, давайте сразу, где там это? POMP. Потому что… Implicit declaration. Потому что я не подключил этот хедер. Include OMPH. Да, теперь все сделано. Давайте попробуем. Опа, у нас не сработала сумма, потому что я удалил редукцию, да? Помните? Reduction. Плюс сам. Так, конечно, делать не надо. Так, вот, уже немного лучше. Время исполнения, ну, более-менее, да, можно оценить. Давайте просто побольше сделаем задачу. Да, тогда это будет, наверное, немного более стабильное время исполнения. Ну-ка, еще больше. Ну, более-менее, да? А теперь давайте попробуем сделать все то же самое с OMP. Так, а сколько мы поставили количество? Нисколько, да? OMP нам threads, давайте, 8. Ну, как видите, стало побыстрее, да? 0.03. По сравнению с каким-то дефолтным, которое было. Сейчас мы поставим единичку, вот. По сравнению с 0.12, 0.08 и так далее. Даже с 0.2 иногда бывает. Ну, то есть, есть ощущение, да, что оно быстрее. Но обратите внимание вот на вот это изменение. Вот здесь и вот здесь. Видите разницу? Дело в том, что, наверное, помните, да, я уже рассказывал. Дело в том, что операции в формате с плавающей точкой, или там, с плавающей запятой, как называют ее, вы не можете гарантировать, что они будут, скажем так, одинаковые при разной последовательности действий. Это значит, что, когда вы складываете два числа, фактически одно из них нужно округлить до точности другого из них, потому что у них, чаще всего, у них разные степени десятки, поэтому одно из них приводится к той же степени, которая у другой, другого из них. Поэтому, когда они приводятся к какой-то общей вот этой степени и после этого складываются, мы какую-то часть его округляем и теряем. Соответственно, все это зависит от того порядка, в котором мы это делаем. Если мы сначала округляем в одну сторону, да, а в следующий раз округляем просто в другом порядке, естественно, все эти округления сказываются. Вот здесь можно увидеть, что если мы это делаем последовательно с одним, то вот эта точность одна с другим нам на самом деле везет. вот здесь, а вот смотрите, а нет, все равно здесь 0.3, 0.3, 0.3. Нам на самом деле везет, но мы считаем в даблах, поэтому ничего удивительного, оно достаточно много. 24, 16, G, давайте вот здесь поставим тоже 24, либо просто в синглах посчитаем. И тогда можно будет точно сказать, что там какая-то разница есть. Нет, здесь даже еще все нормально. Давайте просто в флотах. Вот, видите, начало меняться. И это зависит на самом деле просто от порядка операций. Вот эти. Дело в том, что... Дело в том, что видите, вот здесь как бы все достаточно четко определено. То есть никакого рандома у нас нет, да? А единственный рандом, который здесь есть, это как раз порядок исполнения вот этих операций в нашем дереве редукции. То есть вот здесь. Ну, зависит от того просто, какой поток раньше дошел до своего вычисления. Так, ну, хорошо, мы научились мерить время. Следующее будет... Давайте попробуем... Давайте попробуем... Мы можем на самом деле сейчас поэкспериментировать с разными вот этими вариантами. Schedule, static, dynamic, runtime и так далее. Просто посмотреть, насколько будет меняться время. Ну, вот, кстати, с динамическим... А, нет, все равно есть какая-то разница. Но дело в том, что я же не один, наверное, сейчас, да, пользуюсь сервером. И вообще там есть какие-то, ну, операционная система какая-то работает, которая может что-то там занимать, и все это, в принципе, может влиять. Поэтому, к сожалению, для бенчмарка это все не подходит. Сейчас мы посмотрим... А, ну да, это мы... Давайте посмотрим, чем вообще занят... Ага. Чем вообще занят сервер. Кто-то под номером 20 запустил очень много, судя по всему, MPI-процессов, которые надо будет поубивать, конечно. Но это ничего страшного. И я смотрю, это было сделано достаточно давно. Ну, это все потому, что, я думаю, мы просто... Когда проходили, это все не было конкретно объявлено, как это делать. Курс... А курс, кстати, да, кто это? Номер 20, это не то. Курс тире. Ну, ладно, будем потом смотреть. Это не такая проблема. Завтра будет немножко проще, потому что у нас будут отдельные, выделенные видеокарты, которые ни к чему не подключены. То есть, ну, у них даже нет графического вывода, как интерфейса. У них нет ни HDMI, ни VGA, вообще ничего. И на них никакой драйвер не крутится. На них, если вдруг никто больше не запустил программу, кроме вас, то, в принципе, значит, она пустая, и время свое вы получите честное исполнение. Там операционная система никак не влияет, и, в принципе, ну, вы тогда узнаете, это более... результаты будут более стабильные по времени. Так, ну, в таком случае, если мы не можем прям совсем точно замерить время, давайте просто возьмем другую задачу, потренируемся. Завтра у нас будет задача как раз. Давайте, наверное, попробуем как-нибудь ее разобрать и посчитать. Можем сразу совместить OpenMP и MPI как раз. Задача очень простая, но она больше учебная, естественно. Хотя иногда может потребоваться. Это умножение матрицы на вектор. Собственно, у нас есть какая-то матрица, какой-то массив А. Для... Ну, давайте, размером N на M. N – это размер строки, M – это размер столбца. Она умножается на вектор. Соответственно, вектор должен быть размера N. Вектор у нас будет B. И, да, обычно принято почему-то брать B маленькое, поэтому пусть так будет. А большое, а B маленькое. Ну, и результат, естественно, это вектор C. Который тоже будет размера N. Так? Нет, не так. Размера M. Как это считается, я думаю, все помнят. Ну, на всякий случай. Строка умножается на столбец. То есть вот этот элемент умножается на этот. Давайте мы их вот так заштрихуем. На этот элемент. Вот этот элемент умножается на этот элемент. Этот на этот и так далее. И потом все это складывается. Результат этого умножения на это складывается с этим на это и со всем вместе. И все это образует ячейку под номером вот этой строки. То есть если это первая строка или нулевая строка, то это нулевая ячейка. Вот здесь будет. Вторая, соответственно, которая где-то здесь, она будет здесь. То есть каждый раз нам требуется для расчета следующего значения всего одна строка из всей матрицы, но весь вектор. Это значит, что если мы будем разделять это на MPI, то нам потребуется хранить в процессе номер 0 только нужные ему строки, допустим, только строку 0 и весь вектор. То есть вектор B. То есть это будет что-то типа A, в связи с тем, что мы это все поместим в одномерный массив, это будет какое-то A от 0 до N, допустим, и B весь B. Результат у нас будет, соответственно, всего одно значение C. Если это немножечко расширять, ну, соответственно, у каждого, каждая последующая операция будет примерно такая же. Если это немного расширять, мы получаем, что один MPI процесс будет определять несколько выходных значений C. Ну, как мы это посчитаем? Просто по количеству процессов, N процессов, поделим M на количество процессов и получим вот эти кусочки, которые будет считать каждый процесс. Исходя из этого, вот здесь будет от 0 до N умноженное на M, ну, вот это, в общем, как-нибудь назовем там, пусть будет K просто пока что. Умноженное на K, либо, соответственно, давайте не от 0 сразу, чтобы это потом переписать в программу, а от номера процесса. Давайте num напишем num, это номер процесса будет, ну, или ранг фактически, да, умноженный на, что там, на M, деленное на NPR, ну, или фактически на K, да, и до, соответственно, num плюс 1 умноженное на K. По идее, не включительно, то есть, ну, вот так. Num плюс 1, естественно, в скобочках. Вот такой размер A нам потребуется, и, соответственно, B потребуется весь размер N. C у нас будет, естественно, просто от K до K плюс 1, вот так. После этого, когда мы это все разделим на MPI, мы попробуем внутри MPI сделать это все еще OpenMP потоками. То есть у нас будет 2 MPI процесса в связи с тем, что у нас 2 сокета, то есть 2 CPU, и на каждом CPU мы запустим еще по 8 потоков. И попробуем посчитать, потом все это сложить редукцией в, да, даже не редукцией, ну, да, редукцией в любом случае придется пользоваться в OpenMP, а в MPI просто через all gather все это сложить вместе, ну, или через gather, посмотрим, все это вместе сложить и сделать вывод. Так, я предлагаю начинать всем вместе, делать тут не очень долго. Давайте N и M будет размерность. Arccount не равно 3. Это сразу поменяем. Все эти V, SAM и так далее, это мы все пока уберем, это мы тоже все пока уберем, оставим только вот эту часть. Ну и давайте создадим это в отдельной папке сразу. Так, это будет называться матвек, умножение матрицы на вектор. Так, кто помнит, что нам потребуется для MPI части? Нет. Да, ну, init. Хорошо, самое-самое первое, что нам потребуется. Нам потребуется include file, правильно? Так, как он назывался? Правильно, MPI.h. Так, ну, теперь давайте MPI.init. Здесь мы передаем указатель на Arccount и на Arccv, правильно? Давайте сразу, чтобы не было проблем, где там у нас MPI, нет, так, у нас будут проблемы, где там P, MPI, вот этот. Скопируем макрос. Почему вот здесь именно адрес Arccv? Ну, требует функция именно указатель на этот массив. Да, но он требует указатель на указатель. То есть, ну, такая сигнатура. Так. Все, теперь будем использовать этот макрос, чтобы знать, если вдруг что-то где-то упадет. MPI, нет. Дальше у нас было, помните, да, ранг и сайз. Соответственно, ранг и сайз давайте тоже просто вот отсюда скопируем, чтобы слишком сильно не тратить время. О, я назвал его Маткека, а не Матвек. Ну, ладно, потом поправим. Так, после этого мы знаем количество и номер. Также у нас есть, где-то там было… Ага, вот оно, N. И здесь же будет M. Из второго аргумента. Так. Дальше нам нужно посчитать то самое K. Давайте его как-нибудь разумно назовем. Потому что K – это должно быть, что там, количество элементов выходных, да? Ну, пусть будет там какой-нибудь нам, что-нибудь нам, C, out. Не очень разумно, но чуть больше понятно, чем K, наверное. Так, это у нас будет равно M поделить на количество процессов. Количество процессов мы как? Size. Правильно, мы уже определили его как size. Так, следующие какие там? Ага, нам, нам, нам. Это просто ранг. Ну, давайте теперь попробуем. Нужно инициализировать это все. В связи с тем, что мы хотим инициализировать это все, наверное, какими-нибудь интами, чтобы это все легко можно было проверить, да? Или флотами, чтобы это все легко можно было проверить. А вот в принтере зачем два раза в конце S? Может, туда не два, а кто нет? Да, да, это я, конечно, неправильно сделал. Можно какую-нибудь единичную матрицу. Вот так. Да, по-хорошему сделать единичную матрицу и разделить ее на вектор. Ну, то есть, нет, сделать единичный вектор, разделить, подобрать элементы таким образом, чтобы при умножении на какой-то вектор получался результат единичный. Ну, либо просто единичную матрицу и какой-нибудь рандом, да? Давайте, да. Так. Нужно выделить память, правильно? Давайте, флот А. Это у нас матрица будет, да? Угу. Вот N на M, size of float. Здесь, как вы видите, мы сделали N на M, но по-хорошему нужно бы сделать N умножить на M, деленное на NPR, то есть на K. Ну, или попросту N умножить, мы не будем здесь проверять остатки, естественно, я там округлю, чтобы у нас была какая-нибудь делящаяся на количество потоков, на количество процессов матрица. Так, N умножить на size of float умножить на, где-то здесь я ее рассчитываю, да, на вот эту часть. Теперь у каждого из них есть своя отдельная вот эта матрица, выделенная. Нам необходимо их инициализировать, так, и нам необходимо выделить память под вектор B. Так, во-первых, забыли про указатели, да? И здесь будет размер M. Ну и, соответственно, у каждого из них будет какой-то свой небольшой объем C, который будет равен нам C out. Так, теперь инициализируем матрицу. Все целиком единицами, наверное, да? Или, так, во-первых, нам еще нужно второй. Да, давайте по диагонали, так будет как раз удобно результат смотреть. Так, и здесь int, и int g пусть будет. И у нас будет до нам C out. А здесь, соответственно, если g будет равно и плюс ранг, умноженный на нам C out. То вот это будет таким образом else 0. Так, ну, допустим, мы это проинициализировали. Теперь нужно проинициализировать B. Пусть будет равно просто i. Ну и C в данном случае мы инициализировать не будем. Мы будем инициализировать временную переменную внутри, когда будем считать редукцию. Так, смотрим внимательно, что теперь. Теперь нужен, соответственно, сам расчет, который будет происходить, опять же, по той же схеме. Нам потребуется два цикла. Так, мы будем умножать всю строку, то есть i от нуля до n. Ну, ладно, g от нуля до n. До нам C out это будет. И i от нуля до n как раз таки, да? У нас же размер вот здесь n. Это я немножечко промахнулся. Так, и вот здесь тоже размер n. Правильно? У нас же нам C out будет подобран так, чтобы кратно было. Да, естественно. Ну, мы будем брать какой-нибудь там типа 16, например. Так, и давайте сразу здесь в связи с тем, что это редукция, сделаем временную переменную. Здесь будем это все складывать. А и t умножить на... Так, а и плюс g на n умножить на b и... Да, не очень хорошо получается, потому что темп нам нужно... А, ну темп каждый раз будет защищаться, все правильно. Так, теперь c g будет равно темп. Ну вот, собственно, и все. И после этого нам нужно будет собрать это все с помощью какого-нибудь mpi-gather. Давайте сразу найдем сигнатуру. Получается, вычисление индекса в двухмерном массиве можно на векторную инструкцию заменить, потому что там умножение... Так, сейчас открою, какое вычисление? Ну, вот, да. Вот эту? Ну, i плюс g умножить на n, это как бы получается. Ну, я просто так. А. Это как бы... Ну, на самом деле это все можно заменить векторными инструкциями, но вопрос в том, что редукция все равно в итоге сойдется к невекторной. Но это, в принципе, да, это нормально. Здесь можно это все заменить будет векторными, подставить эти симпт, когда мы будем это все переписывать под openMP, вот эту часть. Так, mpi-gather. Давайте сразу список атрибутов. Что там требуется? Так, send buffer, это у нас c. Кто помнит, у нас там просто c было или... Или указатель на c, да, просто c. Просто c, массив. Да, да, это же массив. Давайте, send count, количество, это именно в количестве элементов. Нам нужно отправить нам c out. Send type mpi float. По-моему, так это было, да? И receive buffer тоже c, но вот здесь как раз вопрос в том, как он это должен получать. Да, c, receive count, соответственно, тоже нам c out. Receive type, но тоже mpi float. Так, root это какой номер ранга будет это все собирать, правильно? Нулевой. И коммуникатор mpi.com world. Ну и, соответственно, статус. По-моему, mpi статус он назывался, правильно? mpi статус. Без статуса есть. Сейчас попробуем. Ну, это... На самом деле, в связи с тем, что мы так и не зашли на сайт официальной документации, там в интернете можно найти что угодно. Посмотрите, по-моему... А, завтра у нас будет open ECC, но у нас это вот прям стандартная проблема. У нас есть в курсе по CUDA задача, где мы решаем уравнение пуассона. Методом мы перегоняем это все в пространство Fourier, потом, соответственно, делим размерность на два, все это пересчитываем и перегоняем обратно. Так вот, там есть функция, которая требуется mpi, ой, mpi, CUDA, что-то там с константной памятью, по-моему. Так вот, на официальной документации там пересылается указатель на эту память, а в документации, которую все могут найти, на которую больше рейтинг по гуглу, там как раз указателя нет. И, естественно, все пробуют, ничего не работает, а я им в очередной раз говорю, что надо заходить на официальный сайт. И вот поэтому то, что мы нашли, еще не факт, что сейчас сработает. Так, ну и естественно, естественно, я надеюсь, все помнят, что нужно сделать mpi finalize. Так, кроме того, вот так. Ну и естественно, это тоже. c, да, receive в c. Мы все это собираем в c, а потом просто печатаем. Давайте сейчас попробуем хотя бы скомпилировать, потому что изменений достаточно много. Кроме того, нам еще нужно же собрать, так, mpi, 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 как я его назвал там, отвек, да? Нам же еще нужно собрать makefile. Так, где там place p на matvek. О, он заменил mpi cc, вот эту часть, p на matvek тоже. Так, это вроде бы все сделано. Теперь посмотрим, нам нужно подключить open mpi. Теперь посмотрим, сработает ли это. Да, и еще нам нужно переназвать файл, потому что я назвал его matkeg. Бывает. О, вот вам сразу целая куча ошибок. Давайте проверять. Rank is undeclared. Так, давайте все ненужное закроем. А, да, логично, логично, это я пропустил. Давайте сразу. Make, ага, 46, да, вот здесь. Ранг. Что там дальше? Ну вот, each undeclared, это понятно. Too many arguments in mpi gather. Вот, пожалуйста, слишком много аргументов в mpi gather. Похоже, это тот самый статус, который тут не нужен. Так, p undeclared, и все. Прям даже как-то слишком хорошо. Ну да, логично, что p нам вообще-то не нужен, нам нужно печатать, что мы там считаем, весь матвек, да? Теперь нам надо бы распечатать матрицу по частям и вектор. Я предлагаю сделать это через mpi. Так, печатать мы будем, естественно, через printf. А сделаем сообщение через mpi critical section. Чтобы это все, где там, myrkrank, mpi barrier, так, это барьер, где там было, mutex. Понятно, проще взять из своей лекции, да? Я предлагаю сделать как? Мы берем mutex, то есть, ну, критическую секцию по факту ставим, в которой будет выводиться на печать половина матрицы, ну, или какая-то часть матрицы, нашим mpi процессом, для того, чтобы все эти принты не перемешались между собой. Один процесс распечатал свое, потом второй процесс распечатал свое. Если кто-то помнит сейчас, как это сделать, давайте сразу говорите, потому что я, естественно, все помнить не могу. Сейчас будем искать, где эта функция была. Ага, понятно, я ее тоже не включил. Да, есть же mpi lock. Так, ну, давайте, пока что тогда я буду писать, чтобы не тратить время, я буду писать print. А кто-нибудь нагуглит и подскажет. Так, print. Мы будем печатать матрицу А. Значит, это нужно патцент, что там, float D. Критическую секцию в mpi. Функцию, которой мы это будем делать, либо локом, скорее всего. Тогда нужно mpi lock, mpi unlock. Так, здесь будет tab, здесь будет цикл 1, 2. Здесь будет вот так. Так, и здесь... О, стоп. Здесь мы поместим... си. Так, сначала... a, g плюс i на n. Здесь будет просто newline. Так, это будет печать одной части. и, соответственно, здесь должно быть меньше, чем нам си out. Это все будет где-то тут в локе. Это мы пока что так ограничим. Дальше печать if rank равен нулю. Распечатаем весь вектор b. и потом распечатаем еще раз уже вектор c. Вектор c тоже нужно будет печатать по нам си out, но без внутреннего вот этого цикла, правильно? Так, здесь без таба просто с newline будет. Здесь будет тоже с newline, только c. Вот так. Ну и, соответственно, вот эти две части желательно сделать в критических секциях. для того, чтобы это все организовалось как-то более-менее понятно и видно. Но пока что мы это пропустим. И mpi finalize, конечно же, нужно сделать чуть ниже. Так, здесь я, видимо, где-то неправильно закрыл какую-нибудь скобку, да? mpi gather. Ага, вот-вот здесь, да? Да, но мы ее, наверное, не будем открывать. Так, expect int, да, это f. Ну, уже гораздо лучше. Оно скомпилировалось. Так, размер пока поставим давайте 2 на 2. Естественно, это все у нас будет висеть, да? Да, там if-и 2 равно не было. Ну, там один if-и какой-нибудь. Сейчас посмотрим. Так, ниже if. Нет, выше, выше. Нет. Чуть ниже, да? Условно. Вот, там одно равно. Ох ты, неплохо, да, конечно. Так. И еще эти слэшер надо поставить, разделить, боится. Да, желательно. Это хорошая идея. И тут тоже лишний поставим, чтобы было видно. Так, смотрим. 0, 1. Ну, так вообще похоже, конечно. Но не забываем, что я запустил ее без MPI фактически сейчас. Не как MPI run, а как просто однопроцессную функцию. Так. Теперь, если я попробую это все сделать через MPI run, Matvec 4.4, и вот здесь MP2 пусть будет. Тогда давайте уже смотреть, будет это похоже или нет. Так. Так, это похоже. Просто, видите, это второй процесс распечатал раньше первого. И это вот как раз его часть тоже. Второй процесс распечатал свою часть. А вот это первый. А это, видимо, вывод. Так что с виду все даже работает. Теперь давайте посмотрим, как это лучше всего совместить с OpenMP. У нас, естественно, помните, да, вот здесь самое сложное вычисление. Но это либо вот здесь, где считается большой цикл, где инициализируется А, либо, соответственно, вот здесь. Ну, давайте распараллелим вот эту часть. Это все достаточно просто делается, да? Прагма. О. Чаще всего работаю с OpenACC, поэтому по привычке ПрагмаACC. Так. Прагма ОМП параллел. Правильно? For. И не забываем о том, что у нас есть редукция по оператору, по темп. Прагма ОМП параллел с плюсом. Так. Теперь давайте-ка вот здесь напишем нам threads2. Попробуем запустить. Так. Сначала попробуем скомпилить, правильно? Темп. А, потому что темп внутри этого определен, да? Потому что редукцию, видимо, мы попробуем перенести вот так. Объявление в объявлении. ОМП, ОМП for. А можно, по идее, вынести и private вот это сделать, да? Да, можно вынести и сделать private. Это тоже будет правильный вариант. ОМП for. В данном случае даже будет разница в поведении, потому что… Так. Reduction. Темп. Потому что вот здесь мы делаем редукцию только внутри вот этой части, а здесь мы делаем только параллельное вычисление несколькими процессами. Если мы вот сюда вынесем редукцию и темп определения сюда, то вполне возможно, если мы еще свернем вот эти два цикла через коллапс, то вполне возможно организуется просто другое дерево, и скорее всего оно даже будет более эффективно на маленьких размерах. Но на больших размерах это под вопросом. На больших размерах чаще эффективна как раз вот подобная реализация. Из-за последовательности в памяти. То есть вот эта локальность вот этих вычислений, они будут, скажем так, все ложиться в ровные кашлинии. Если мы это все объединим в один большой параллел, в одну большую редукцию, то редукция будет происходить, ну, скажем так, какими-то рандомными кусками. Здесь же у нас это все разделится на несколько маленьких кусков, внутри которого из каждого будет делаться редукция. И сегментированная. Ну да, да. Дело как раз вот в сегментации. 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 Как мы можем это проверить? Как оно разделилось? Сейчас подумаем. Вообще мы можем это контролировать, если сделаем статик разделения через скедлю. Конкретно статик и размеры сделать. Это раз. А просто проверить, каким образом это исполнялось, ну, даже не думаю, что профилировщик это покажет, последовательность какую-то. Это можно будет оценить, скорее всего, по количеству кэш-миссов, что из них эффективнее. Ну, естественно, по времени исполнения, но вот по количеству кэш-миссов будет более заметно. Так, редакшн, variable, temp, is private. OpenMP вообще какую-то статистику есть, у них какая-то функция, какую-то статистику, чтобы выдающие, не знаю, типа, ну, кроме времени, там, вот, допустим, обращение к кэш-миссов? Нет, это все делается через сторонние профайлеры, это как бы не часть OpenMP. Так, ладно, давайте попробуем. Да, сейчас. А, нам threads я там сделал. Да, обнуление нужно сделать, это действительно важно. Если мы его выносим туда, то здесь необходимо его обнулить еще раз. Ну, в принципе, похоже, результат вроде есть, все это работает. Так, еще важная вещь, которую мы сегодня, видите, нам повезло, у нас MPI-CC, если, как там мы это смотрели? Вот, если проверить, какая это версия, MPI-CC на самом деле у нас мапится на GCC, и у него есть минус F OpenMP, оно напрямую туда передается. Но может случиться такое, что ваш компилятор – это не тот компилятор, который вы используете, да, например. И вам нужно будет знать, какой набор библиотек и так далее передать в другой компилятор, чтобы это все скомпиливалось с MPI. Вот, собственно, завтра у нас будет такая проблема с PGI, то есть мы будем использовать не GCC, а PGCC. Да. Ну-ка посмотрим сразу, какая у нас версия. Вы говорили, вы просто как не поставите себе, да? Нет, на самом деле можно поставить. Я имею в виду, что нужно на сайте запросить академическую лицензию, либо временную лицензию. Это все может просто занять некоторого времени. Потому что, по-моему, у них академическая лицензия выдается не автоматом, а они проверяют там какую-то… Ну, некоторое время занимают. Или нужно еще искать? Или как он там? Или он требует активации? Он требует активации, нужно зарегистрироваться у них на сайте, подать заявку и получить лицензию. А, у них, да, академическую лицензию, это надо на проверку пройти, но у них есть community edition сейчас ограниченный немножко. Но он ограничен только по размеру кластера, на котором это работает. Ну и, соответственно, он есть только на Linux. Вот. В принципе, его можно получить. Это у них на сайте PGI, что-то там P-Group, по-моему, называется. P-Group, там PGI, Community Edition. Да, вот этот, который, скорее всего, у нас не откроется. Да. Ну, в общем-то, на сайте PGI вы можете запросить себе лицензию, поставить, и тогда завтра сможете компилировать это все с OpenACC еще. Так вот, чтобы получить список дополнительных вот этих вот всех зависимостей, которые MPI-скрипт подключает в GCC, чтобы это все работало, используйте MPI-show или MPI-show.me, оно, соответственно, показывает весь набор, который подключается. То есть мы просто берем вот этот список и практически весь, у меня там есть где-то уже подправленный вариант, практически весь копируем и вставляем в PGI компилятор, после чего, соответственно, это все компилится, ну, уже не требует, скажем так, дополнительных зависимостей и так далее. Можно будет скомпилировать с помощью PGI как раз и OpenACC, и OpenMP. С этим у нас могут быть некоторые проблемы при совмещении OpenMP и OpenACC в одном файле, поэтому, скорее всего, мы будем разделять их на разные файлы и потом линковать. А MPI и OpenMP можно будет компилить вместе в одном файле вот тем же самым компилятором PGI. То есть все это будет вместе такой один большой монстр, все это будет компилироваться. И в нашем случае мы будем контролировать через MPI количество CPU, то есть, ну, сделаем два потока, два процесса, после чего через OpenMP мы сделаем некоторое количество потоков, которые мы приравняем к количеству видеокарт, подключенных к этому сокету. У нас там по две видеокарты на каждой, и получается два процесса MPI, два потока OpenMP. Каждый поток OpenMP будет параллелить это все на своей видеокарте. Но там есть нюанс, мы посмотрим еще будет ли это завтра работать, потому что вот эти две видеокарты, они достаточно старые, вот эти. И если у нас уже обновился CUDA-драйвер и PGI, соответственно, и Toolkit, то вполне возможно, что они уже просто не будут использоваться. Они, скорее всего, вышли из поддержки. Для Intel, в смысле, компилятор? Для OpenMP или OpenACC? Для встроенных. А, для встроенных Intel-овских? Нет. Может быть, где-то какой-то там проект есть, но я про такие не слышал. Чаще всего их игнорируют. Можно, их можно использовать из OpenCL. Больше ни из чего, наверное. Есть вариант. Сейчас как раз в новейшем релизе PGI они сделали генерацию кода в промежуточный LLVM. Можно скомпилировать это все как LLVM-код. Там есть фишка в том, что там есть генерация кода для OpenCL-бэкэнда. То есть он генерирует его с каким-то минимальным набором инструкций, который будет, скорее всего, поддерживаться практически любым OpenCL-девайсом и потом просто подменить цели компиляции и все это скомпилировать там каким-нибудь Intel OpenCL и попробовать это все собрать. Мы примерно такое проворачивали, но это было там с OpenMP и OpenMP4, в смысле, и как раз с CUDEY. И потом почти то же самое делали с OpenACC, с Radeon видеокартами. Дело в том, что их поддержка была, но потом их, скажем так, пофиксили. И сейчас новый драйвер с ними несовместимый. Как раз если заменить цели компиляции, то там некоторые проблемы с этим есть, но, в принципе, это работает. Дело в том, что они же перешли на свой новый драйвер, этот Radeon OpenCompute, который немножко несовместим со старыми Radeon исполнительными вот этими наборами инструкций или чем-то там. В общем, у нас, в принципе, не работала генерация из PGI. Сейчас посмотрим. Да. Я вас поздравляю, у нас еще и терминал сдох. Ну, такое бывает. Это все можно посмотреть. А, у нас все, я понял, у меня пропал интернет. У нас, в принципе, пропала эта сеть. Я думаю, кто-то просто ушел с работы и выключил свет, и выключил роутер. Помните же, да, что это не этот местный, вот этот, которого, кстати, тоже нет, потому что вот тот роутер у нас тоже почему-то не работает. Это какой-то Алглаб, лаборатория алгоритмов, в которой, видимо, как раз все ушли. Уже 8.20, и им пора заканчивать. Ну, ладно, что? Завтра будем надеяться, кто-то будет на работе. Все-таки воскресенье. Так, ну, что, я тогда предлагаю на этом закончить. У нас осталось буквально 10 минут. Если есть какие-то вопросы, давайте обсудим. Я предлагаю вам так. Я сейчас вот это сохраняю в таком виде, в каком есть. А вы сделайте тогда хотя бы критическую секцию на OpenMP, чтобы это все печаталось красивенько. И даже желательно попробуйте это сделать, знаете как, не через критическую секцию. А, это MPI. Да, это не OpenMP, к сожалению. Сделайте через MPI критические секции и попробуйте сделать какую-нибудь синхронизацию, чтобы первый распечатал первым, а второй вторым, чтобы вот именно была последовательность. Это не самое прям обязательное к выполнению, но поэкспериментируйте. Продолжение следует...